МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Сегодня в эфире сыны Западной Армении, братья Эдкар и Эрик Азатяны. Вопросы армян в Западной Армении. Франция готовится внести резолюцию по Арцаху в Совет Безопасности ООН для Фигаро. Доклад оправал впоследствии блокады Арцаха, представленный в ООН. Просьба турецкой страны установить памятник Ататурку в Праге отклонена. Национальный фестиваль Гутам в парке скульптур Гапишчан. Айк Алаверкян со счетом 5-0 победил представителя Баку, завоевав золотую медаль. Сыны Западной Армении, братья Эдкар и Эрик Азатяны. 27 сентября 2020 года, в первый день войны, машина противотанкового взвода 2-го батальона войска и части Маттагиса при подъеме до Талышской позиции была сбита. От отсколочных ударов Эдкар получает ранение, Эрик погибает. Братья Эдкар и Эрик родились в селе Азатан Ширакской области. Эрику было 20 лет, Эдкару 23 года. Было воскресенье, мы жили обычной жизнью. Вдруг раздался громкий взрыв, мы и не подозревали, что началась война. В 200 метрах от здания Талышского батальона находился командный наблюдательный пункт. В этом направлении упало множество снарядов. Объявили тревогу, рассказывает солдат-срочник противотанкового взвода Эдкар Азатян. После тревоги подразделения получили оружие и боеприпасы. Разместились в укрытии здания батальона, пробыв там около трех часов. До войны противотанковый взвод проводил боевое дежурство на командном наблюдательном пункте Гарни. По состоянию на 10 часов 27 сентября наблюдательный пункт уже был захвачен вооруженными силами ПАКУ. Во время боевых действий противотанковый взвод должен был занять 156-ю боевую позицию в 10 километрах от здания батальона. Основная дорога, ведущая на позицию, активно обстреливалась. Заметив на дороге пораженные горящие машины батальона, командир взвода принял решение добраться до позиции по запасной дороге. Мы с Эриком сели на заднее сидение. Через 20 минут наша машина была обстрелена. Осколки снаряда, упавшие возле машины, попали в машину. От удара я, Гриша, Мисакян, Арман, Добаджан получили осколочное ранение. Мой брат Эрик погиб от осколочного ранения в голову, рассказывает Эдгар. Автомобиль продолжал направляться на 156-ю позицию. За несколько сотен метров до позиции поврежденная машина выходит из строя. Раненые в руку Эдгара и друзья выводят из машины погибшего Эрика. Полная статья доступна на нашем сайте. Недавно ряд земляческих союзов Западной Армении пополнился еще одним. Был создан первый земляческий союз амшенцев с довольно красноречивым названием «Хатик». Название вызвало недоумение у соответствующих турецких структур. Инициаторы союза представили его как турецкую аббревиатуру. Также следует отметить, в земляческий союз амшенцев включены как принимающие свою армянскую этническую принадлежность, так и внешне отвергающие ее. В группе инициаторов земляческого союза амшенских армян особенно активны основатели амшенской музыкальной группы Вова Хикмет Ачичек и адвокат Кямиль Мутти. В союз ходят амшенцы Константинополя, Амшена Ардвина и Анкары. Как заявляют организаторы, цель создания союза – сохранение амшенской культуры и языка с целью не допустить, чтобы амшенский язык и культура постепенно исчезли наряду с урбанизацией. Интересно наблюдать, что сами амшенские армяне считают создание своего союза несколько запоздалым, поскольку другие народы региона Черного моря, такие как грузины и мусульманы Гюрджу, плазеры уже давно имеют подобные структуры. Как и другие земляческие союзы, амшенцы также преимущественно акцентируют внимание на сохранение культуры и языка, тем не менее не могут избежать вопроса идентичности и истории. Если данный союз станет площадкой для изучения амшенского диалекта и культуры, то это обязательно приведет к обсуждению вопроса этнического производения амшенцев. По этому поводу один из организаторов союза Кямиль Мутти отмечает, «Прежде всего я должен сохранить исчезающую культуру, исчезающий язык, чтобы изучить свою историю. Не секрет, что амшенцы, оккупированные Западной Арменией, находясь под сильным давлением турецкой государственной машины и пропаганды, в большинстве своем избегают открыто признавать свое армянское происхождение. Более того, среди амшенцев, которые принимают свое армянское или амшенское происхождение, есть люди, которые заявляют, что они турки. Однако почти все они одинаково относятся к амшенской культуре и диалекту, стремясь все это сохранить. Союз амшенских армян-хатик, провозгласив приоритетным сохранение амшенской культуры и языка, сможет сплотить вышеуказанные группы. В этом плане основание подобного союза действительно можно считать серьезным прогрессом. Также отметим, носители амшенской культуры и диалекта, ознакомившись с отдельными элементами армянской культуры и языком, обязательно столкнутся с вопросом своего этнического происхождения, ответ на который в этом случае для них будет более четким. Французская газета Le Figaro сообщает, что Франция готовится внести в Совет безопасности ООН резолюцию о помощи 120 тысячам жителей Арцаха, оказавшимся на грани голодной смерти из-за блокады со стороны Баку. Газета отмечает, что Париж и основные регионы Франции направят в Армению колонну с гуманитарной помощью. Отмечается, что с декабря 2022 года, после того, как Баку заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Горисом, местное армянское население регулярно подвергается испытаниям. Решается продуктов питания, лекарств, газа, электричества и топлива. Доклад профессора Мендеса, оправдывая к последствию блокады Арцаха, представлен в ООН. Доклад также был опубликован на сайте постоянного представительства Армении в ООН. Отмечается, что 23 августа в Шваб-квартире ООН постоянное представительство Армении организовало обсуждение, в ходе которого было представлено экспертное мнение бывшего специального советника генерального секретаря ООН по вопросам предотвращения геноцидов профессора по правам человека Американского университета Вашингтона Хуана Мендеса о продолжающейся блокаде Арцаха и возможности использования инструментов предотвращения со стороны ООН. В обсуждении приняли участие дипломаты государств, члены Совета безопасности ООН и представители других стран. Профессор Мендес в частности подчеркнул, что в контексте нынешней ситуации в Арцахе отказ выполнить обязательные решения международного суда является знаком к запуску инструментов раннего предупреждения с целью предотвращения геноцида. По экспертному мнению профессора Мендеса, ситуация в Арцахе является достаточным основанием, чтобы международное сообщество активизировало механизмы раннего предупреждения. Однако правительство Западной Армении напоминает, новый доклад никоим образом не представляет статус коренного армянского народа Арцаха и территориальную целостность армянского государства 1920 года. Доклад не представляет произошедшие и ставшие причиной различные погромы в Арцахе. Более 100 лет в Арцахе и на Хадживане численность армян сокращалась или подвергалась депортации. Власти Праги отклонили просьбу турецкой стороны по вопросу установки в парке памятника Кемаля Ататурка в преддверии столетия Турции, сообщает издание Европы Дни со ссылкой на официальное решение. Пресс-секретарь 6 округа Праги в беседе с чешским СМИ отметил, решение было принято после совместных обсуждений членами городского совета глав на районов и МИД Чехии. Кроме того, на сайте местной газеты Млада Фронда ДНЕС опубликовано заявление ответственного за культуру 6 округа Праги Жанна Ладжины. Ладжин отметил, что при принятии упомянутого решения был учтен ряд критериев. Ответственный по культуре 6 округа Праги также напомнил, Чешская республика признала преступление против армян 1915 года геноцидом. 26 августа в 19.00 в парке скульптурка Фещан состоит ежегодный фестиваль национальной традиционной песни и танца Армении Гутан, который проводится по инициативе Центра армянского национального искусства с 2014 года. Фестиваль проводится с учетом важнейших принципов. Представление традиционных песен и танцев в этническом варианте без какой-либо современной обработки. Использование исключительно национальных инструментов дудук, бдул, шви, цурнапку, копалдрол, чтобы внести вклад в дело сохранения армянского национального звучания и мелодии, представив широким слоям общества, в том числе туристам в Армении, армянскую культуру. В фестивале примут участие лучшие национальные ансамбли, песни и танцы, более 400 артистов. В этом году в фестивале примут участие группы Акунг, Сасна Церер, Ван, Мы и наши горы Арцах, Торонцы, Нубар, Верадарц, Масунг, Таврос, Масис, Горанит, Цилк, Арек, Себастацы, Маратукцы, Ардвин. Как и в предыдущие годы, в этом году также в фестивале примут участие группа Арцаха Мы и наши горы. 19 по 31 августа на международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбунге представители Армении завоевали первые медали. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армении. В состав спортивной делегации Государственного института физической культуры и спорта Армении звание победителя фестиваля удостоились боксеры Айк Алаберкян и Руслан Асликян. Айк Алаберкян в весовой категории 51 кг победит представителя Баку, завоевав золотую медаль. Также бессооспоримую победу одержал Руслан Асликян в весовой категории 57 кг, победив спортсмена из Венесуэлы. Воспитанники Владимира Маркаряна одержали победы до финала. Армянский боксер Гамлет Арутнян в весовой категории 80 кг стал бронзовым призером. И в завершении новостей послушаем армянскую фидаинскую песню «Ара Бо» в исполнении ансамбля «Сасла Цереш». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok